Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». В эфире Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Закончили. Порядок навели. Или новые претензии к коммунальным технологиям. Пора, красавица, проснись. 218 лет исполнилось со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Не пейте это молоко, будете здоровы. Роспотребнадзор признал небезопасной продукцией одного из республиканских производителей. Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Заседание провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. С основным докладом выступил министр финансов России Антон Силуанов. Предприятие в НИР в ближайшее время может стать участником проекта будущего. Здесь готовится производить комплектующие для электробусов. Соглашение было достигнуто на Петербургском экономическом форуме. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Электробусы, а первые образцы инновационных машин представили на выставке. Скоро начнут курсировать по Москве. Инновационную технику планируют выпускать на базе завода КАМАЗ. Здесь разработали специальный накопитель электричества для городской среды. Опытную модель оценил и глава республики. Мы планируем до 40 километров сейчас допускать, это выставочные зоны. В перспективе производство электроавтобусов намерены поставить на поток. На КАМАЗе рассчитывают на кооперацию. Не исключено, что в реализации этого проекта будут участвовать и предприятия Чебоксар. На ВНИИРе намерены выпускать зарядные станции. Существует новый план города Москвы, что в следующих 7-8 лет будут покупать 200 автобусов ежегодно. Это огромнейшая программа, которую будут делать компания «ГАЗ» и «Сименс» совместно. Насчет автобусов в НИИР, АБС «Электро» и «Сименс» будут производить зарядные устройства. Потенциал огромнейший не только для города Москвы. Я уверен, что в будущем больше и больше крупных городов будут переходить к электроавтобусам. Это самый экологический вид транспорта. И последний год очень много этих автобусов из ранних устройств купили как раз города Берлин, Гамбург. Этапы реализации совместного проекта прописаны в документе о партнерстве. Его компания «Сименс» и ВНИИР подписали на международном форуме. Была проблема зарядки. Поэтому было необходимо несколько часов, чтобы автобус получил достаточно энергии, чтобы мог двигаться. В прошлом году «Сименс» сделал огромнейший технологический прорыв и создали такие устройства, которые заряжают автобусы, электроавтобусы в течение нескольких минут. У нас в этой области уже есть хорошие проекты, которые мы реализовали. И мы поэтому хотим с партнером ВНИИР, АБС «Электро» эту тему здесь развивать в России. Поэтому мы очень считаем очень хорошо, что есть в России города, которые это очень сильно поддерживают. И надеемся, что нам удастся делать такое предложение, от которого уже Москва не откажется. Предприятия страны продолжают следовать курсу импортозамещения. Но какой промышленная политика видится в будущем, обсудили на традиционном деловом завтраке. Экспертам предложили найти ответ на вопрос, что ждать после мая 2018 года. Это дата начала нового президентского срока. Когда мы говорим о необходимости структурных реформ, реформа управления в первую очередь должна подразумевать ответственность за результат. И доверие, каким образом кто-то этого результата будет добиваться. Абсолютное большинство участников делового завтрака ждут структурных перемен в экономике. Эксперты считают, что в реформах нуждается управленческая и судебная системы. Аудитория 80% поддерживает этот тезис. Повестка на ближайшие пять лет формируется. Эксперты говорят, что реформы помогут в сжатые сроки ускорить движение в главных экономических направлениях. На этой неделе вновь заговорили о коммунальных технологиях в связи с невыполнением обязательств по благоустройству земельных участков после проведенного ремонта. Работа эта ведется с большим опозданием. Более 500 объектов находятся в заморозке. Директор коммунальных технологий Дмитрий Крюков пояснил, что на данный момент работы ведутся на 88 участках дорог. Но точный срок окончания работ назвать сложно. На то есть веские основания. В этой ситуации все равно стараемся каким-то образом удерживать платежи и графики работ. К сожалению, как правильно сказали, погода не позволяет. У нас средства выражены сезонный характер этих работ. Глава администрации призвал руководителей коммунальных технологий разобраться в проблемах и довести до ума все начатые работы. Не нужно огромных средств. Где-то этот торт завести и землю горюй, асфальт положить. Это небольшие деньги, не понимаешь. Аксенович, да. Еще раз повторюсь, что... Представительные эмоции, это старые жители города. Мы их слышим каждый день. Повторять опыт прошлых лет руководители коммунальных технологий не хотят. Но на практике выходит пока иначе. 17 ноября 2016 года судом принесли решение, которым коммунальные технологии обязали восстановить благоустройство на 34 адресах в срок до 31 мая. По состоянию 2 июня из выше указанных объектов благоустройства восстановлено всего по 4 адресам. В отношении оставшихся неустановленных восстановленных срок объектов исполнительный лист будет передан в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Рано или поздно, но восстанавливать разрытые участки дорог коммунальным технологиям все-таки придется. И лучше это сделать самим, не дожидаясь принуждения со стороны службы судебных приставов. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Сегодня в Чубаксарах стартует восьмой по счету форум «Молгород-2017», в котором примут участие более тысячи человек. Вместо проведения базы отдыха «Буревестник» на форуме будут работать четыре основные площадки «Ты предприниматель», «Открытый город», «Волонтерство» и «Технологии масс-медиа». Из экспертов свое участие подтвердили член Общественной палаты России Артем Метелев, журналист Первого канала Максим Шуруфуддинов, телеведущий Алексей Лосенков. Форум продлится до 10 июня. В ботаническом саду в Чубаксарах свои двери распахнула экологическая гостиная. Таким образом, взрослые дети решили вместе отметить Всемирный день окружающей среды и День эколога. В гости к специалистам-экологам пришли более 60 ребят из Ядренского района, Новочебаксарска и столицы Чувашии. Мальчишкам и девчонкам предложили пройти по экологической тропе и рассказать, что они знают о родной природе и не только. Ботанический сад сотрудничает у нас со школами, с лицеями, гимназиями республики, детскими садами. Одно из наших направлений деятельности является экологопросветительская работа. Игры по станциям помогают детям в игровой форме лучше запоминать растения, лучше познать природу. И это очень важно в экологопросветительском плане, не только в год экологии. У нас растений очень много различных, не только нашей природы, которые тут растут, Чувашии, а и Северная Америка, и Южная Америка есть растения, и Дальний Восток, и Китай, и Япония и так далее. Экологические знания проверяли на станции Лесная. В ботаническом саду в Чебоксарах более 700 видов различных деревьев, кустарников, многие из которых ребята видели только в книжках и по телевизору. Дуб красный, клён пурпурный, декоративные туи – всего не перечислить. Оказалось, что лучше всех в деревьях разбираются школьники Ядринского района. Зато чебоксарским кадетам не было равных на станции Литературная. Ребята читали стихи великих русских поэтов о природе и собственные произведения. Я готовилась к станции Литературной «Защитим природу», потому что я сочиняю стихи сама, и мне вот хотелось рассказать стих, который я сама сочиняла. Среди кустов гнилого дыма, среди токсичного разлива природа рушится, а мы не видим за собой вины. А люди сами виноваты, что губит всё вокруг себя. И люди сами виноваты, что гимнет вся наша земля. Непростые задания были и на станции, которые организовали сотрудники МЧС. Чтобы заработать заветный бал, юным экологам пришлось изрядно поломать голову. Оказалось, что современные школьники о правилах поведения в лесу знают не так уж много. Поэтому организаторы решили, что подобные эко-гостиные будут открываться ежегодно, 5 июня. В этом году мы данную эко-гостину организовали первый раз. Мы хотим опробировать его. И, конечно же, хочется, чтобы эта эко-гостиная у нас 5 июня ежегодно проходила на разных особо охраняемых природных территориях. В этом году дипломы победителя увезли с собой школьники Кадетской школы имени Кучетова и Новочебоксарской школы номер 2. Но важнее всего, что школьники поняли главное. Природу нам не надо обижать, а меня для нас, людей, родная мать. Галина Титарчук, Расиль Мухаммедов, Республика. Не соответствуют требованиям безопасности. Такой вердикт вынес Роспотребнадзор молочной продукции «Белоусовые». Специалисты взяли пробы пастеризованного питьевого молока, кефира и сметаны. Исследования показали, что продукция не соответствует требованиям безопасности молока и молочной продукции по микробиологическим показателям, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Ведомство назначило производителю штраф в 300 тысяч рублей. Солнце русской поэзии. Сегодня в России отмечают Пушкинский день, а во всем мире Международный день русского языка. Для жителей нашей страны эти два праздника связаны. Говоря о русском языке, мы сразу же вспоминаем нашего самого известного поэта Александра Пушкина. Мы знаем практически наизусть многие его произведения, а в повседневной жизни даже цитируем его. Мы встречаем времена года пушкинскими строками «Мороз и солнце, день чудесный». Подходим к зеркалу с фразой «Яль на свете всех милее». И даже когда строгий начальник ругает нас за не сделанный вовремя отчет, мы говорим «Коллегам выпьем с горя, где же кружка?». Сегодня исполняется 218 лет со дня рождения великого поэта в истории нашей родины Александра Сергеевича Пушкина. С творчеством солнца русской поэзии все знакомы еще со школы. Тем не менее, есть в его биографии детали, которые могут показаться интересными даже тем, кто знает наизусть всего Евгения Онегина. Оказывается, во знаменитой царско-сельской лице Пушкин поступил по протекции. Благодаря весьма известному поэту, а по совместительству и дядям Василию Пушкину. Еще одним известным родственником поэта был его дуэлян Дантес. Первая дуэль случилась в лицее, а всего их было около 30. Сам же Пушкин, по слухам, предлагал стреляться более полутора сотен раз. Все эти факты малоизвестны, но вызывают интерес за таков биографии поэта. Что касается его творческого наследия, то не ошибемся, если, скажем, произведение Пушкина помнят многие. Любимое произведение есть «Капитанская дочка». Ну, много. Так особо не читаю его. Ну, как бы, знаю просто, что есть все. По школьной программе тоже проходило. За мной продолжится створение. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Дальше не помню. Малетное видение. Ведение, как гений, чистой красоты. Что за мной? Волкоморье и дуб зеленый. Золотая цепь надубит том. И днем и ночью. Кот ученый. Все ходит по цеви кругом. Идет направо, пись заводит налево, сказку говорит. Там чудеса, там лешие вроде. Короче, ладно. Волкоморье и дуб зеленый. И что же стреляешь вдруг? Золотая цепь надубит том. И днем. И днем, и ночью. Кот чудесный. Ученый. Ученый. Все ходит по цеви кругом. Унылая пора, а чей очарование? Я не помню. Я памятник тебе воздвиг нерукотворный. Я не помню. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Мороз и солнце – день чудесный. Но что-то дремлешь вдруг прелестный. Пора, красавица, проснись, открытый небо, взор, на встречу с северной обровой. Седой севера вернись. Как бы ни были сложны для перевода произведения Пушкина, все же он имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей планеты. Его труды переведены на все языки мира. Тома Пушкина, конечно, есть и практически в каждой российской семье. Что сегодня и подтвердило большая часть опрошенных чебоксарцев. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Поисковики Чувашии продолжают увековечивать память героев Великой Отечественной войны. В Заволжье обнаружена железобетонная долговременная оборонительная точка. Вместе с ней и использованные боеприпасы. Есть предположение, что именно в этом месте проходил один из оборонительных рубежей. В раскопках принимают активное участие поисковики отряда память Чувашского госпедуниверситета. С подробностями Родион Архипов. Да, тесно, грязно и неудобно. Но именно в таких условиях во время Великой Отечественной войны бойцы Красной Армии вели бой в долговременной огневой точке. А в моих руках должен был быть пулемет. Поисковики обнаружили железобетонный колпак высотой 8 сантиметров и метр сорок в диаметре. Размеры соответствуют размерам стандартного ДОТа. Круглое сооружение, предположительно, было установлено еще в начале 40-х. О месте его расположения рассказал местный сторожил, заместитель председателя Совета ветеранов города Чебоксара Вениамин Васильев. Он утверждает, что в детстве видел 7 подобных сооружений. Это навело поисковиков на мысль о существовании в этих местах целой системы фортификационных сооружений. Тут должен был проходить Волжский оборонительный рубеж. Его строили и в Чувашии, и в Марийской ССР. И он, проходя по всей Суре, шел на ту сторону Волги. Продолжался там, на левом берегу. Ну, однозначно, от Юрина он шел до Парата, и он был подстроен. Есть даже реконструированные участки. Вопрос, был ли достроен наш участок в Чувашске. Документы свидетельствуют о том, что его должны были строить представители тогда Марийской ССР. Но фактически в то время у них не хватило людей и средств для окончания строительства рубежа. Так кто же тогда строил? Вопрос пока остается открытым. А в недалеком будущем здесь будет проведена реконструкция. И тогда каждый житель республики сможет прикоснуться к военной истории родного края. А пока совсем еще и юные поисковики делают первые шаги на пути к исторической достоверности. У меня с маминой стороны есть три прадеда, которые участвовали на войне. Один пропал без вести, его мы не нашли пока что. Его я видел только на фотографиях. Здесь я хочу узнать, как они воевали на войне. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. С июня по сентябрь в 300 городах 60 стран пройдет фестиваль уличного кино. Чувак Сара примут его в предстоящую пятницу 9 июня на площадке перед ДК «Салют». В 21 час начнется показ короткометражных лент молодых авторов. Зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм, посвятив на него фонариком или телефоном. По итогам такого голосования выберут фильм-победитель. Его автору вручат любопытный приз – статуэтку, выплавленную из металла, который принесут организаторам жители городов-участников фестиваля. Традиционный народный праздник, который проходит после окончания весенних полевых работ, объединил чуваши, живущих вдалеке от малой родины – Баркутской области. В архитектурно-этнографическом музее Тальцы прошел праздник плугой земли. На берегу Байкала вместе с делегацией Чувашского национального конгресса побывали и мои коллеги. Народные игры, танцы, песни, а еще выставки изделий местных ремесленников. На всечувашский национальный праздник о году съехались представители 12 землячеств из Кемерова, Томска, Иркутска, Красноярска, Тайшета. Яркие стилизованные костюмы явно выделяли наших земляков среди большого количества гостей. Несмотря на проливной дождь, гости с удовольствием состязались в чувашских видах спорта, дегустировали блюда национальной кухни. Жители Иркутской области приветствовали министр культуры Чувашии Константин Яковлев, президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов. На сцене выступили не только чувашские коллективы и певцы, но и ансамбль песни и танцы Республики Бурятия. Празднование продолжилось до самого вечера, а завершилось оно большим хороводом, объединившим всех участников. Именно хоровод стал еще одним своеобразным символом дружбы между народами. На Байкале нас смотрят. Национальное телевидение Чувашии продолжает расширять зону вещания. С начала июня наши программы появились в спутниковом мультиплексе Орион. Национальное телевидение Чувашии стало 28-м по счету каналом, включенным в этот мультиплекс. Он доступен для абонентов телекарты в разных пакетах. Смотреть наши программы могут жители европейской части России, Урала и Сибири. А это дополнительно еще более 3 миллионов абонентов. Орион является спутниковым оператором, в зону обслуживания которого попадает вся Российская Федерация, а также страны СНГ. При этом мы уделяем особое внимание поддержке регионального телевизионного вещания. На нашей платформе существует спутниковый региональный мультиплекс, который позволяет региональным вещателям одновременно увеличить зрительскую аудиторию, а также обеспечить техническую доставку сигнала телеканалов до эфирных точек вещания. Для настройки просмотра необходимо обновить список каналов рекомендованного спутникового приемника телекарта. Мультиплекс Орион дополнил Триколор. Напомню, вещание национального телевидения на спутник в Триколоре началось в марте 2017 года. Более 8 миллионов россиян тогда получили возможность смотреть программы родного телеканала. Приятно смотреть чувашский язык, чувашское телевидение. И мы счастливы. Тем более еще один праздник для нас 15 июня в Кожжи-Сайском районе будет произведено вещание чувашского радио, национального радио. Национальная телерадиокомпания «Чувашия» проводит фотоконкурс под названием «Я живу в Чувашии». Принять участие в нем могут все жители республики, независимо от национальности и возраста. Условия простые. Выкладывайте свои фотографии, в том числе и селфи, в социальные сети с хэштегом «Я живу в Чувашии, мы вместе». Вы также можете голосовать за понравившуюся работу. У конкурса есть своя группа ВКонтакте, и она тоже называется «Я живу в Чувашии». Там можно разместить свою работу. Официальный старт конкурса был у нас 1 июня, в День защиты детей, в День молока и в День родителей. Итоги мы подводим 23-го, накануне Дня республики. У нас будет своя площадка на Красной площади, площадка «Таван-радио», где мы будем делать праздник для всех, для жителей города, для гостей, для гостей республики. На данный момент у нас, насколько я знаю, 24-25 работ. Они все очень разные. У нас есть замечательные подарки. Подарки получат три человека, которые займут первое, второе, третье место по основной номинации конкурса. И будет отдельная номинация для самых маленьких. Я живу в Чувашии до 12 лет. На этой неделе станет немного теплее, обещают синоптики. Погода начнет возвращаться к климатической норме. Сегодня циклон с Балтийского моря принес в Чувашию дожди. Кратковременные осадки ожидаются также в среду и четверг. Температура воздуха в эти дни составит 14-19 градусов тепла. А погоду второй половины недели будет определять южный циклон. Траектории таких атмосферных вихрей довольно непредсказуемы. А значит, возможны как сильные осадки, так и солнечная погода с потеплением до плюс 25 градусов. В Урнарске завод смесевых препаратов филиал ЗАО фирмы «Август» известен далеко за пределами Чувашии. Продукция предприятия подставляется во все важнейшие аграрные регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно профессиональный праздник, День химика, отмечают не только заводчане. В этот день в парк здоровья и отдыха «Август» съезжаются гости со всех районов республики. В этом убедилась и наша съемочная группа. Репортаж об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Я приветствую гостей из города Канаж. Сейчас трудно поверить, что 4 года назад здесь был заросший деревьями пустырь с оврагами, а сегодня парк здоровья и отдыха «Август» – любимое место каждого вурнарца. Его здесь называют не иначе, как парк мечты. А началось все с этого моста и человека, который просто прислушался к просьбам ветеранов завода. Наши пенсионеры просили построить этот мост, потому что пожилым уже трудно было подняться с оврага. Кто-то падал, особенно было это трудно в осенне-зимний период. Работникам строительной компании «Звездопад», учредителем которой также является ЗАО «Август», понадобилось меньше месяца, чтобы проложить мост в будущее парка. С тех пор работы здесь не прекращаются ни на минуту. Бывшая котельная превратилась в современный фитнес-центр, малозаметный пруд в красивую музыкальную гавань. Идеи мастеров на каждом шагу – на земле, в воздухе и воде. Не секрет, все идеи, они как бы рождаются в коллективе друзей. Парк «Здоровье и отдыха» компании «Август» в номинации «Лучший проект года» занял первое место. Заводчане любят дарить поселку дорогие подарки, потому что делают их с любовью и своими руками. Как, например, эта поляна сказок. Здесь только фигура сказочных героев заморски. Все остальное рождалось на месте. Меня поразил этот парк. Особенно мне понравились батуты, на которых я прыгала. В этом парке есть, допустим, беседка «Сердце». Это, получается, коллектив нашего, получается, ну, моего цеха, да, вот эту беседку делали все вместе. В треле «Птиц на время» заглушал звук бензопилы. Организаторы впервые провели Всероссийский фестиваль скульпторов по дереву. Творцы отмечают здесь такая атмосфера, что идеи приходят сами собой. Пока одни мастерски управляли бензопилой, другие мастерски управляли мячом. На красивом обновленном стадионе играть в футбол одно удовольствие. Гости по-доброму завидовали вурнарцам, что они имеют современный спортивный объект. С 2014 года здесь шли строительные работы. Вначале на бюджетные деньги было построено футбольное поле с искусственным покрытием. Компания «Август» решила на этом не останавливаться. И на собственные средства построила трибуны, беговые дорожки с тартановым покрытием, каток с хоккейной коробкой, площадку под баскетбол и большой теннис и многое другое. Вообще, каждый уголок парка сделан так, чтобы люди разных возрастов находили для себя занятия по душе. В прошлом году одна родительница целое лето, 7 часов сюда приходила своим маленьким ребенком. Она читала книгу, ребенок в это время спал. Ну, просто было действительно бальзам на душе. По традиции в День химика передовикам производства были вручены награды российского и республиканского уровня. Говорили не только о планах, но и о победах. Мы, допустим, единственные в республике предприятия, которое защитило наш полигон захоронения отходов. И мы доказали, что вообще нулевое воздействие на окружающую среду. В планах большой дружной компании построить амфитеатр с открытой крышей и летний кинотеатр на 45 мест. Еще один долгожданный подарок ждет вурнарцев уже в следующем году. Место для бассейна выбрано. В следующем году бассейн должен будет принять молодых пловцов. Август действительно, по-настоящему любит вурнары. Милые дамы, Сержинетти представляет новую, стильную, модную коллекцию. Ваш яркий, неповторимый образ начинается в Сержинетти. Продолжение следует...